Я хотел бы пригласить на сцену в продолжении работы с клиентами и продажах Битрикс24 Майю Копусову. На самом деле на эту тему можно говорить часами, как преодолевать возражения. Но, к сожалению, у меня только 15 минут, 15-20. Итак, я кратенько расскажу, как будет строиться мой доклад, условно говоря. Я рассказываю о том, как я для себя делю возражения, то есть на категории. Рассказываю примеры, где это применяется. И мы с вами в конце проигрываем небольшую сценку, интерактив. То есть готовьтесь, мне понадобятся добровольцы. Итак, начинаем. Я для себя делю возражения на 5 категорий. Это продажные, денежные, сравнение. Я слышал, все плохо, а вдруг. А теперь подробнее, где мы их встречаем. Продажные. Клиент вообще не понимает, зачем ему нужен продукт, вообще нужен ли. Вопросы стандартные. Зачем оно мне, а поможет ли, не поможет и так далее. Встречается обычно в самом начале. Ваша задача в этом моменте, то есть цель, к которой мы стремимся, это договориться о встрече. Давайте представим такую картину. Вы знаете этого клиента, то есть, возможно, вы его где-то видели на семинаре или еще что-то. То есть он понимает, что вы занимаетесь внедрением и продажей Bittrex24. Но пока конкретного разговора о продаже не было. И вот вы ему звоните. Сценарий таков. В процессе разговора он говорит, ну, все, конечно, чудесно, но мы маленькая компания, у нас два человека, зачем нам Bittrex24? Что я рекомендую делать? Да, маленькая, то есть, но именно сейчас, пока вы небольшие, вы можете с минимальными затратами и безболезненно установить программное обеспечение. То есть именно сейчас это и нужно делать, пока вы маленькие, а не пока никогда вы разрастетесь, когда это будет делать проблематично. Следующий вопрос, который он может вам задать. Да, все, конечно, я понимаю, но о чем ваше CRM лучше других? Мы же помним с вами это звонок, да? Вы можете, конечно, ему рассказать о функционале, что есть и то, и третье, и пятое, и десятое, но ваша основная задача назначить встречу. Поэтому мы говорим о преимуществе. Это стоимость, то есть с минимальными затратами вы можете запустить без дополнительных затрат на софт. Следующее, Bittrex24 это не только CRM, это целый набор инструментов. Дальше, развитие, то есть вам не нужно платить деньги за инновации. Следующее возражение, которое идет в купе, это денежные, то есть клиент не понимает ценность продуктов. И ваша задача объяснить, что это ему нужно, то есть переубедить, встречается практически на всех этапах сделки. То есть вам могут сказать вначале, это дорого, это кризис, почему я должен за это платить деньги и так далее. Как мы работаем с этими возражениями? Допустим, вам клиент говорит, за что я плачу вам денег? Bittrex24 уже все есть, он все дает. Да, все есть, все верно, но мы эксперты, мы устанавливаем, мы разбираем ваши бизнес-процессы, мы помогаем внедрять, мы более того, мы обучаем ваших сотрудников. Мы это можем делать, мы это делаем неоднократно. У нас огромнейший опыт. Следующий вопрос, самый распространенный, в эту категорию входит большинство вопросов, типа нет денег, дорого, кризис и так далее, и так далее, и так далее. Основное, что вы можете сказать, а это единственный вопрос, который вас беспокоит. То есть остальное функционалии его все устраивает, верно? Если так, предлагаем варианты, то есть общаемся, изучаем, что подойдет, может быть сейчас, может быть потом. Но этот вопрос не оставляем без ответа, то есть он решаем. Следующее возражение — это сравнение. То есть в этой категории клиент ваш сомневается в вас, в продукте, который вы предлагаете, и в уникальности вашего предложения. Как бы я поступила в этой ситуации, я бы вселила сомнения. То есть это уже опытный клиент, он уже на стадии выбора, то есть он уже с чем-то, с кем-то сравнивает. Ваша задача — переубедить, что тот вариант, который он тебе наметил, стоит еще подумать. Например, какие возражения? У меня уже есть CRM, почему я ее должен менять? Аккуратно спрашиваем, а что есть? А что используете? То есть не надо сразу с порогу. Выясняем функционал. Ну и дальше по схеме. Потихонечку, аккуратненько, незаметно вселяем сомнения. Дальше. Интерфейс перегружен. Так это разве минус? Да, система функциональная. Но это плюс. То есть на данном этапе мы можем отключить те функции, которые вам не нужны. В дальнейшем мы их все включим. Или вы сами, допустим, решите, что вот это понадобилось и так далее. Следующая категория возражений — это когда клиент слышал, видел, кто-то сказал, он утверждает только, вот я слышал, все плохо. Знаете, я не рекомендую спорить с этой категорией. Почему? Ну, во-первых, вдруг тот, кто сказал, окажется гораздо ближе, чем вы. Например, жена, друг, сосед, подруга и так далее. И смысл его переубеждать, да? Ваша задача успокоить. То есть, ну, а что вы слышали, да? Ну, например, там, мы слышали плохие отзывы о продукте. Любой продукт, который пользуется спросом, имеет и положительные, и отрицательные отзывы. То есть, битрикс постоянно совершенствуется, постоянно развивает свой функционал, исправляет ошибки, выпускает новые продукты и так далее. Или, допустим, слышал, что техподдержка медленно работает. Быть такого не может. Ну, это бы я так сказала. На самом деле, вы можете сказать, я лично знаю Шаромова Дениса, это руководителя техподдержки. Ну, вот знаю, ну, он работает и медленно, и нет, 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 это не о нем. Если кто не знает, кстати, познакомлю. Следующий вопрос. Моя, кстати, любимая категория, с нее мы начали мой доклад. А вдруг? Что значит, а вдруг? Ну, это когда клиент вам сказал, нет. Все, нам ничего не надо, все, до свидания. Я, конечно, не призываю вас оставаться в офисе у клиента до упора, чтобы вас выводила охрана. Нет, не надо. Можно просто там аккуратненько сказать, например, можно задать пред-пред-пред-пред последний вопрос, например. Ну, или еще что-то. То есть, ваша задача втянуть в диалог. Возможно, вы это уже делали, вам все равно говорят нет, да, но, например, вот есть вопросы категории. У нас уже есть CRM. Мы менять не собираемся. Ладно, хорошо. Я не собираюсь вам ничего продавать. Успокойтесь, все, вот, мне неинтересно вы все. А чем используете? А что есть? А что сейчас? А что останавливается? Не, не планируете? Ммм, прекрасно. Беседа, втягиваем разговор. Следующий вопрос. Нам хватает бесплатного битрикса. Ну, хватает, отлично. А вы как сами планируете устанавливать? Что вы можете здесь продать, как партнеры? Время. Да, вы можете делать все сами. Настраивать, отлаживать, обучать сотрудников. Да вообще, мы не сомневаемся в ваших возможностях. Но мы поможем вам сэкономить время. Это самое главное. Вы будете заниматься бизнесом, мы будем заниматься своим бизнесом. Вот это и продаем. А теперь мне нужны от вас добровольцы. Мы проиграем пару сценок. То есть вы будете партнеры, вы в своей роли. Я вас буду грузить возражениями. Кто? Я это делал, видел буратино. Тогда сейчас мы проиграем пару сценок. Давайте тут. Не поднимайтесь на сцену, друзья. Три человека. Можно больше. Что у нас? Смотри, мы по таймингу укладываемся. Я сейчас достану свой списочек вопросов. Привет. Прошу, вот между мной и Майей выстраивайтесь. Ничего себе. О! Вот она, социальная активность. Нормально. Мужчина в галсту тебя проходит. Вообще прекрасно. Смотри как. И вот. Кто продает Битрикс 24 уже? А вы уже не продаете. Вы уже не продаете. Везде, которые раньше, уже не продают. Хорошо. Я клиент. Мой клиент. Ты тоже клиент? Нет. Я честный человек. Ну, давайте по очереди. Зачем мне Битрикс 24? Ну, то есть я много чего слышала, но... Зачем? Ко мне. Есть какой? Например, вы позвонили Майе, рассказали, давайте мы что-нибудь сделаем, а Майя вам отвечает человеческим голосом. Отрасль какая? Где ты занимаешься? Отрасль? Сейчас дойдем. Придумай для начала. Ну, ладно, Иван. Ну, давай легенду, хорошо. Ладно. У моей B2B продажи. Она продает газонокосилки в B2B сегменте. Вы говорите, вам нужно... Я вообще это... Ну, ладно. Газонокосилки, так газонокосилки. А вы как учитываете клиентов сейчас? Ну, вообще у нас есть экселечка, такая ничего, кстати, несколько экселечек. А сколько сотрудников работает в отделе продаж? Два. Вот поэтому нафига мне B2B. Понятно. А планируете увеличивать количество клиентов? Да, конечно, я богатой хочу быть. Отлично. Ну, вы же, наверное, как-то должны... Я газонокосилки продаю. Отлично. У нас был похожий кейс по внедрению с газонокосилками. Отличный, кстати, вариант, да. Я предлагаю ограничивать тремя фразами. У нас... Мы в цветнойте некотором, да. Снова. Нам не нужен B2B. Да, B2B. Два человека, газонокосилки. С помощью B2B вы можете автоматизировать бизнес-процессы свои внутренние. Это поможет вам дать старт для масштабирования и увеличения объема продаж в вашей компании. И вы станете с помощью B2B и автоматизации через нашу компанию лидерами в своей сфере. Нет, там если до лидеров в своей сфере дошло, то нормально, щелкнет. Возможно. Так, давай другой вопрос, мы другим участникам с другим вопросом. Хорошо, ладно. Тогда... Ну, ладно, допустим, я поняла, что газонокосилки меня все устраивает, я согласна. Блин, дорого. Нас два человека. Сколько? Где деньги вообще просто? Там такой прайс мне выставили. Сколько это стоит? Я офигеваю. Это ваши услуги или это битрикс? Это вообще что? И потом по мере необходимости внедрять дальнейший функционал, оплачивая его по частям. Ага, допустим. А услуги вы не продаете, да, по внедрению? Это бесплатно, что значит дорого? То есть вы просто мне внедрите бесплатно? Отлично. Продукт совершенно бесплатный. Пойдем. Вот мужчину, пожалуйста, да. А у меня такой вопрос. У вас два человека всего работает? Сколько вы зарабатываете сейчас? Не скажу. Мы сделаем так, что у вас через месяца-два будет 10 человек работать, и вы будете в 10 раз больше зарабатывать. То есть вы продаете? В 20, вот коллега говорит, что в 20 будет. 20 раз раз. 20 раз два. Допустим, интересный вариант. 20 раз три продано. Хорошо, беру. Кто? Настя, ты? Во-первых, недорого. Во-вторых, Bittrex24, это же не только ваши сотрудники. Это общение с клиентами, это автоматизация вашего контроля над тем, что у вас в компании происходит. Уехали в отпуск, а знаете, что делается? Понятно, отлично. Все, следующий вопрос. Так, а чем вы лучше в CRM? Ага, у есть ответ. У знатоков есть ответ, прошу, да. На самом-то деле преимуществ великое множество. Вы понимаете, что бесплатная CRM-система, как таковая инновационная, лидирующая на рынке, она, ну, одна. Не может быть лучше. Хорошо, принимаю. Приблизительно, да. Мы же не только CRM. У нас 12 инструментов, которые постоянно развиваются. Поэтому нет, у нас большой комплекс, мы можем много всего сделать в вашей компании. Хорошо. Кто? Или меня? Дальше, да. Битрикс 2.4 лучше тем, что в ней работают самые крутые разработчики, их большее количество по объему нового выпускаемого функционала. Это самая крупная система, и вы будете получать новые фишки намного быстрее, чем другие. А странно, почему он красивее, вот это вот, почему никто не говорит? Я не знаю. Газонокосилки, оно сбивает сразу. Последний. Так, последний вопрос. Самый каверзный давай. Почему я должен выбрать именно вас? Отвечают все. Микрофон. Все. Опыт внедрения, отзывы наших клиентов. Мы можем предоставить этот список, вы пообщайтесь с ними, это будет лучшая рекомендация. Хорошо, пообщаемся. Потому что будущее рынка за Битрикс 24. А почему вы? Почему мы как партнеры? Да. Вопрос. Битрикс 24, все понятно. Почему я должна выбрать вас? Мы золотой сертифицированный партнер, у нас есть в штате 4 специалиста, которые прошли все курсы, подтвердили свою квалификацию, поэтому я думаю, вам стоит выбрать нас. Мы готовы сделать Битрикс 24 не просто вашим CRM, а еще и корпоративной средой, а мы в этом эксперты, мы умеем с этим работать. Видели символ Битрикс 24? Это я. Где Битрикс, там это лицо. Понятно. Можно погуглить, это он. А если серьезно, то мы решаем задачи ваши и ваши бизнес-задачи в первую очередь. Поэтому, конечно же, нужно выбирать нас, потому что мы вас понимаем как клиента и как бизнес-заказчика. Мы эксперты. Так, Майя, большое спасибо, большие аплодисменты, да. АПЛОДИСМЕНТЫ